Я как-то, не знаю, получил такое вдохновение, опять вот, получить о вещах, которые я люблю, и которые на мой, на моё, по моему мнению, в которых я уверен, которые я знаю. Ну, опять же, что значит знаю? Павел говорит, мы отчасти знаем, отчасти что? Пророчествуем. То есть, отчасти знаем, отчасти говорим по вдохновению Святого Духа и верим в это. Вот, поэтому, но для меня вот это учение, я на самом деле не знаю, возможно, получится две части. Я до конца не уверен, что это... Мишань, ты что, пошёл? Да. Ну посиди хотя бы, вот, щасик, что ты успеешь-то этот ламинат доделать? Понятно, что ты самую главную часть исполнил, но сегодня просто я бы хотел, чтобы ты услышал всё-таки это учение. Поэтому Бог, Он может потом ускорить твою работу и всё. Ну, есть дела, которые нужно сделать. Давайте, давайте сразу откроем тогда Первый Коринфянам. Значит, почему я сказал взять листочки и ручки? Просто для того, чтобы в нас как можно больше, ну, чтобы мы смогли побольше запомнить из того, что будет сказано. Чтобы, ну, знаете, вот часто бывает, ну, обычная проповедь, да, ты что-то получил, Бог произвёл какую-то работу в твоей жизни, ну, и, в принципе, не обязательно там всё её помнить. Но вот это учение, оно для меня очень важно. И, соответственно, я хочу, чтобы вы тоже как можно больше из этого усвоили, да. Вы знаете, такую практику учителя говорят, что человек, когда слушает, у него усваивается только 10%. Который слушает, есть, вот просто, всё остальное выветривает. Там несколько раз надо слушать, чтобы 30. Ну, суперспособных-то, может, и 30. Не, ну, понятно, это надо быть на треном, я согласен, что есть и 30. Ну, всё равно это не так много. Но когда человек и слушает, и пишет, минимум уже в два раза больше. 60. Вот, да, для кого-то 20 просто будет. Но, поэтому, ну, как бы, моё желание, чтобы вы хотя бы какие-то вещи сегодня пометили, такие ключевые, основные. Может быть, я, как бы, скажу, что записать. Там, пишите, что хотите. Ну, вот какие-то ключевые моменты, и, может быть, я попрошу как-то записать, чтобы они просто как-то отпечатывались. Я вот много раз, я не, я записывал, много раз я не читаю, что я потом записывал. Но из-за того, что я записывал, я запоминал больше. Вот и всё. То есть, мне так нравится учиться. Мне так комфортней. Я, мой опыт такой, вот, помню, была первая конференция. В Райту Надежда, где я был. И до этой первой конференции, всегда по воскресеньям, я ничего с собой сделать не мог, я потом рассказывал. Мне хоть в спички вставляй. Я вот прям на проповеди спал. Вот, в воскресенье именно, там, в среду, с утра, нормально. Ну, когда проповедовал час в воскресенье, тут просто что-то вот со мной было, это было прям учение. Мне интересно, я хочу слушать, на меня вот вырубает, и всё. И когда я готовился, сказал, что вот будет конференция, я спрашиваю, что такое конференция, но это будет учение весь день. Я думаю, ёлки-палки, это я буду что, вот, весь день бороться со сном, вот так вот сидеть просто. Ну, как-то, то ли мне кто-то подсказал, то ли я сам вот решил взять с собой блокнотик и ручку. И так мне понравилось, я всё записывал, ну, как-то, что-то записывал, что-то не записывал. Так мне понравилось быть на учении с блокнотиком и с ручкой, что вот мне есть куда вот внимание, глаза опустить, что-то напрячься, записать какую-то мысль его. Потом я научился писать свои мысли параллельно с проповедью. Знаете, вот, ну, тоже, я вам советую просто, вот, иметь вообще в своей жизни вот эту привычку что-нибудь записывать. Это очень хорошая привычка. Знаете, то, что Бог часто говорит. И если ты не зафиксируешь, не запишешь, ты забываешь часто. Вот оно так происходит. И я это уже, ну, как бы, знаю. Иногда прям кажется, да не-не-не, запомню. Раз, что-то день прошёл, два, что-то было какое-то откровение, а забыл. И я уже знаю об этой своей особенности, и я стараюсь записывать эту мысль. И если я её записал уже, я уже её даже не забываю потом. Мне даже не обязательно потом возвращаться. Она как вот, ну, я знаю, что она там записана, и я её уже помню. Всё. Если не записал, и я считаю, что это вот наша ответственность, и Богу это нравится. Почему? Потому что, ну, если ты пренебрегаешь тем, что вот тебе Бог сказал, то раз, для тебя это откровение, откровение, мысль, не мысль. Ну, и что он тебе будет тогда говорить? Он скажет, ну, что я ему говорю, а он всё забывает. Правильно или нет? Ну, мы тоже такие, ну, мы даже как люди, скажем, ну, я тебе говорю, я тебя учу, а ты не обращаешь на это внимания, на тебя это что-то обычное. Поэтому, вот, у Иисуса были ученики, да? Я не знаю, там, записывали они, не записывали, но они запоминали, да? И они передали его учение нам, да? У нас есть Евангелие, те, которые вот его слышали, слышали, они вот прям его смогли изложить. Они действительно были учениками. Вот, поэтому давайте будем об этом размышлять, давайте будем учениками, да? По отношению именно к Иисусу Христу, к Богу, да? К Его откровениям, просто будем, вот, я всегда вдохновляюсь, когда вижу человека, который что-то записывает. Вот, поэтому я до этого вас один раз попросил, дальше, может, там, напомню, не напомню. Но вот это вот учение хочу, чтобы мы как-то попробовали в себя его побольше, поглубже засунуть. Так, я надеюсь, вы, наверное, уже догадались, о чем мы будем говорить, да? Если это 1 Коринфянам, 12, 13, 14 глава. Что у нас там находится, возвращаясь, да? Дары Духа Святого, да? И вот там так начинается, да, 12 глава. Не хочу оставить назвать не видение, а дарам духовным. В оригинальном переводе, тут вот слово дары вставит, в оригинальном переводе там просто о духовном написано, да? Ну, имеется в виду действительно дары, да? Второй стих. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас, да? То есть, другим словом, все мы, у нас есть тяга к сверхъестественному, к чему-то духовному, что вот это вот духовное как-то проявляется, люди ходят, да? К безгласным идолам, к гадалкам, к колдунам, к чему-то, к чему-то, да? К там, к сонникам, к гороскопам, там, и так далее, да? То есть, нам хочется проникнуть в духовные тайны, да? Вот в эту что-то, что-то движется. И все люди знают, что там что-то есть. Правильно я имею? То есть, вот как говорят, да, кто не верит в сверхъестественные вещи, говорят, съездите в Африку. Там колдуны такое творят, там, и летают, и превращаются в животных, там, и так далее, да? И для них это совершенно естественно. У нас уже, ну, как бы... Вот. Мы знаем, что была женщина, обладающая даром прорицания однажды, которая ходила за Павлом и за силой, да, вот они там были, и Тимофей там был, я не помню, и пророчество за ними, да, что все слуги Всевышнего Бога, которые вам пришли возвестить путь спасения. Вот. Ну, Павел из нее изгнал вот этого духа, да? То есть, как бы, да, и Библия нам говорит, не всякому духу верьте, да? То есть, вот, мир, жизнь, они наполнены, да, духовными проявлениями. Но у нас, как бы, Библия, да, и вот апостол Павел по вдохновению Святого Духа решил подучить. Он систематизировал, как бы, все это размышляя, да? Никто из апостолов нам не дал вот такую систему, но апостол Павел дал, да? И слава Богу за него, он стал таким особенным, да, человеком, который нам про это рассказал. Знаете, да, что, ну, вот тут написано, знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как повели вас, потому, сказывая вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчеству, иному развлечению духов, иному разные языки, иному столкованию языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, так, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, и елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обаяние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может голос сказать руке, ты мне не надобно. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, от тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши наиболее благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в тело, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а пользен член. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больше. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Дальше идет про любовь. Да, вот про любовь мы сегодня читать не будем. Это немного отдельная тема, мы тоже, может быть, ее рассмотрим. Ну, вот смысл он такой. Володь, дай, пожалуйста, наоборот. То есть, да, вот что мы из этого отрывка поняли, да, оказывается, да, что мы все части одного тела. Мне не нравится это слово «члены» немножко, сами понимаете, что это просто перевод такой, но ничего страшного. Вот. Оно какое-то такое немножко бездушное, что ли. Не из-за того, что там, но... Вот. И, то есть, суть в чем, что вот это делает нас церковь. Мы, знаете, не церковь одного человека какого-то, лидера, да, который должен все за всех делать, быть круче всех, наполнен быть всеми дарами, и все его сидят и слушают. То есть, вот основное послание, вот это, это то, что мы вместе, Христос. Аминь. И самое главное такое, одна из первых мыслей, которые я хочу, что там, может быть, что ты записал или вложил, да, в себе, что у тебя есть дар. Ты, ну, знаете, вот не такой человек, который вот всем дали, а мне не дали. Вот. Это здесь об этом, знаете, нет такого человека, который во Христе был бы без какого-то дара, да, без какого-то проявления духа, да, поэтому наша задача узнать этот дар, да. Вот. Вот. Вторую мысль, второй тезис, который ты можешь запишить, записать, возьми ее как молитву, возьми ее как цель свою, да, скажи, Бог, направь меня, открой мне мой дар, кто я в тебе, какое мое, там, призвание, как, вот, чему мне учиться, в чем мне возрастать и так далее, да. Теперь есть такой момент. Есть дары Святого Духа, есть плоды Святого Духа. Слышали об этом? Иногда мы все смешиваем. Вот. Ну, вот, дар Святого Духа и плод Святого Духа, это немножко разные вещи. Они там даже по ингредиентам внутри себя могут сходиться, и там любовь есть, и там любовь есть, там вера есть, там вера есть, вот. Вот. Но мы должны это понять, что дар и плод, это немножко разные вещи. По своему принципу, да. Что касается плода, я бы так сказал. Помните, где описываются плоды, да? Где? Какой книга? Галатам. Пятая глава. Пятая глава Галатам говорит, что плод же Духа есть, любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, вера, кротость, воздержание. Может быть, я что-то забыл, но вот там 9, да, написано. И, знаете, есть такое учение там, сколько плодов Духа, и 9 их там перечислить. Я считаю, что это немного неправильное учение. Оно как бы неплохое для того, чтобы запомнить, для того, чтобы создать что-то такое, вроде как система какая-то есть. Но там употреблено слово, что это не плоды Духа, а это плод Духа. Разницу понимаем? И важность этого вывода понимаем, что плод Духа, он один. Плод Духа. И уже он состоит, да, вот эти вот, радость, мир, да, то есть, ну, грубо говоря, есть плод, есть, давайте возьмем, яблоко или персик, у него есть какой-то вкус, правильно? И мы уже сейчас знаем, как бы, да, что вот, что запахи, да, что вкус, и они составляются из нескольких вкусов, да, то есть нам, чтобы какой-то вкус даже в еде составить, мы добавили соли и сахара, да, вот, да, чтобы вот появился как бы вкус. Нормальный, да, то есть, чуть-чуть, если сладкое, мы чуть-чуть солим больше сахара, да, если это должно быть соленое, то мы больше посолим и чуть-чуть подсластим, чтобы появилась какая-то вот, вот точно так же, в принципе, да, плод созревает, да, и опять же, да, когда мы говорим о плоде, он созревает. Аминь, вот тоже, разница от даров, да, я сегодня не буду много говорить о плоде, но просто хочу на примере, да, вот, плоды и дары сделать вот эту разницу. Потому что, ну, тут как целое направление, чего мы ожидаем, да, то есть как бы плод, он зреет в нашей жизни, да, и плод он должен быть. То есть ты не можешь быть христианином, например, который там любит, верит, но не имеет воздержания. Или ты там воздерживаешься, веришь, кроткий, но не любишь никого. Понимаете, то есть вот любое недоставание, или там, например, ты все, любишь, веришь, воздержание, но мира нету в сердце. Понимаете? Ну как, все, тебя начинает это, да, тебе не хватает какого-то одного ингредиента в твоей жизни, и все, это уже не совсем то. Потом, ну, я тоже долго думал о том, что плод, да, что плод это для других или для меня, как вы думаете? А я думаю, что и для меня, и для других, да, вот ответ, он вот в этом, да, то есть как бы то, что выращивается в моей жизни, и я от этого как бы вкушаю, да, и у меня любовь, мир, радость, да, и точно так же другие люди от меня это вкушают. Все, вот он плод. Вот. И вот мы должны в это поверить и понять, что, ну, христианин, он такой. То есть, другими словами, это как характеристика зрелого христианина. Что он любит, что он верит, что он кроткий, что он, у него есть мир в сердце, что у него есть воздержание, у него есть вот эти вот, ну, вот эти все характеристики. Поэтому мы должны быть вот осторожны к тому, что если у нас вот что-то не хватает, да, я много видел таких людей, да, и Библия тоже говорит, не будь, не уподобьтесь горькому корню, который может вот отравить. Все, вот горечь появилась, горчинка появилась, какого-то ингредиента не хватает, и ты уже отравляешь себя и отравляешь других. Вот. Поэтому, ну, если мы, как бы, в Боге, и мы с Богом, мы в любом случае должны, будем преображаться в Иисуса Христа, да, и мы не можем представить Иисуса Христа злым и раздражителем. Правильно или нет? Мы не можем представить Иисуса Христа, там, коварным каким-то, да, сплетничающим, да, там, я не знаю, маловером каким-то, да, трусливым или невоздержанным, да, не можем мы себе его представить. Вот. Поэтому, тоже апостол Павел описывает, он описывает, да, что есть плод Духа. И, ну, тоже такой важный момент, который тоже можно отметить, да, что это действительно плод Духа. То есть, это не наш плод. Это не то, что ты должен принести этот плод. Этот плод, он будет в любом случае, если у тебя есть отношение с Богом. Если ты наполняешься Духом Святым и, как бы, об этом заботишься, да, если ты вот искренне этого хочешь, то плод будет. Ты можешь не волноваться, он будет. Это, ну, как бы, не может быть другого, понимаете, вот, все. Ты на дереве, да, Иисус говорит, прибудьте во мне, я прибуду в вас, да. Вот наша задача пребывать на лозе. Я лоза, вы ветви. Если прибудете во мне, принесете много плода, да. И плод ваш будет пребывать. Не будет другого ничего, не должно быть ничего другого. Не может быть здесь каких-то исключений. Понимаете, вот в этом плоде. Но на это все требуется время. Аминь. На это требуется время. Вот как раз на это требуется время, чтобы плод созрел, плод зрел. Да, то есть, яблоко, оно, там, да, вот, его естественный процесс, если его рано сорвать, оно будет что-то не хватать. Он кисленькое, там, я не знаю, горькое, не созрело оно еще. Да, вот так же и мы, наверное, больше в чем-то можем быть незрелыми. Но мы стремимся. Аминь. Мы стремимся к тому, чтобы пребывать в Боге. Вот к чему мы стремимся. Пребывать в Его присутствии, пребывать в Его слове, и плод будет. Скажи Аминь. Вот, поэтому, и вот она разница между плодами и дарами. А дар, это что? Дар, это уже то, что тебе дается. В готовом виде, да, то есть, плод, он созревает, дар дается сразу готовый. Понимаете? То есть, дар, его можно сравнить там с машиной, которую тебе дарят. У которой есть функции сразу, в подаренной машине. Они не вырастают в ней, эти функции. Они сразу в нее включены. Твоя задача, что сделать? Научиться пользоваться этой машиной. Да? То есть, вот, дар, он уже там в нас не возрастает. То есть, немножко другой принцип. А дар, он нам дается, и в нем мы вот, мы навык приобретаем. Да, для того, чтобы пользоваться машиной, мне нужно научиться ей пользоваться. Нужно, вот, она ездит, да, и то, что, там, я не хочу на ней ездить, или отказываюсь на ней ездить, или отказываюсь ездить на этой машине, потому что мне вот другую хотелось, да, это примерно вот так же, как о дарах. То, что Павел говорит, если я не рука, то я, да, вот, подумайте, как это абсурдно, да, сказать, что если я не рука, то я не принадлежу телу. Или если я не нога, то я не принадлежу, да. И он говорит, если все глаз, то где слух, да, если все слух, то где обаяние, да. Вот, поэтому тоже нужно понять, что Бог тебе в любом случае дал дар твой, который тебе подходит. Он твой. Это не то, что ты хотел вот то, что у них, а дали тебе вот это. Понимаете? Вот, ну, Бог не такой. Понимаете? Люди как бы такие, люди могут промазать. И мы можем просто из-за своего там неправильного представления желать что-то другое, быть кем-то другим, желать быть чем-то другим. Но это абсурдно с точки зрения именно Бога, Бог, потому что у него там все в равновесии. Когда Павел говорит, что благообразные покрываются, вернее, неблагообразные наши покрываются благообразными, да, и тем, которые немощные, о них еще большее попечение в теле идет. Бог говорит, что он все сделал, ну, с равновесием, да. Вот, и... Поэтому, вот, знаете, ну, у вас у всех есть дары, и вы можете начать учиться, да, ими пользоваться. Можно, как бы, просто частный пример того, как я это вижу, что вот, ну, плохо будет, если все дары, например, будут у меня. Вот я тут проповедую, организую, да, там, веду, и еще и исцелять я буду. Ну, как бы, вот через меня, через мой дар. Понимаете, Бог не даст этого. Он не хочет это дать. И, ну, и я вот заметил, я помните, он вам рассказывал про один момент, когда произошло исцеление. Один раз я присутствовал при этом, молился за это, и вот молился за человека, у которого была огромная температура, 40-41, ничего не помогало, никакие антибиотики. Тоже сходил вот этот вирус, это тоже была, там, зима-весна, не помню, что. Скорая отказалась ехать, и этот человек был болен всеми болячками, которым только болеют, там, подобные люди, да, бывший наркоман. И действительно была мысль, что он умереть может от какого-то воспаления, было похоже на воспаление легких, на какой-то сильный, там, грипп, там, и так далее. И вот я, что, мы будем молиться. И вот мы стали вдвоем с другом за него молиться, я взял масло, мазал, там, во имя Иисуса, ходил, там, час где-то кричал, с ним играл на гитаре, я говорю, он встанет, ходеет, потом даю градусник, мерей, говорю, ну, на один градус стало поменьше, то есть было там 40, стало 39. Я подумал, ну, ладно, все, получше стало, подумал, что я как-то свою работу сделал, и все. И вечером уже, когда приехали ребята, мы жили вот там на квартире, он все так же лежал, я уже не имел какого-то откровения, что делать, и я поехал домой, собрался, и еду уже домой, и уехал. И мне мысли приходят, надо еще раз за него молиться. Ну, именно от того, что будьте настойчивы, да, в молитве, нужно еще раз за него молиться. И я был готов развернуться на машине, потому что вот как-то в суете забыли за него еще раз помолиться. Но вместо этого, я думаю, ну, мне приходит вот эта мысль, скажи ребятам, пусть они помолятся. И вот я звоню им и говорю там, Саня, соберите, сидите еще раз за Мишу, помолитесь. И там, ну и все, я как бы не придал этому какого-то значения, какой-то там сверхъестественной веры у меня не было. Вечером приходит смс-ка там от них, что мы помолились, ему стало легче, он поел. Ну ладно, я сильно этому внимания тоже какого-то не предал там, что какое-то чудо произошло. Но когда я пришел туда с утра, я говорю, температура какая? 36,8. Я говорю, мери. И все, и вот с этого момента у этого человека, вот он как вот, за него помолились ребята, да, вот, вот эти ребята, да, про которых мы говорим, что они на круги ходят там и так далее. Когда этот человек реально исцелился, вот с этого момента, вот ему стало легче, он поел, температура полностью прошла. И я потом несколько раз в день говорил ему намерить, намерить, потому что я больше даже, ну не верил, что вот так оно, ну бывает, возможно. Все, болезнь должна, вот по моему мнению, даже мне легче приедать такое исцеление постепенное, да, Бог исцелил, но когда вот это сразу произошло, просто вот взяли вот так, отрубили, и человек сразу здоровый. И я анализировал там, я сначала как бы вот получил откровение, что там нужно два раза там иногда прикоснуться, нужно сначала там твердыни сокрушить, что я там сокрушил твердыни там какие-то в его жизни, а потом пришли другие помолились. Но сейчас я больше склоняюсь именно к тому, что, ну вот Бог, Он менее, как бы, благообразным, менее каким-то значимым людям часто в церкви дает вот такие вот, ну, прекрасные подарки, необычные дары. И когда вы будете молиться, люди будут исцеляться. Ну, просто, ну, вот, вы можете, ну, как бы, это, ну, я уверен, что это есть у вас, да, и это будет именно работать через вас. Вот, поэтому, да, моя, и я увидел, как бы, что моя задача, она больше, как бы, вот, ну, направить людей в это, да, сказать, идите помолитесь. И они вот в послушании просто пошли, помолились, вот, чистая вера у них была, и человек исцелился. И Бог получил славу, а не я, который, через которого вот, вот, все, понимаете. Тоже недавно такую историю услышал в подтверждении это, один проповедник рассказывал, что тоже был у друга там в гостях, и друг заболел сильно, тоже там, высокая температура. А этот человек, он, там, пастор огромной церкви, там, учитель, то есть, как бы, вот, и друг, там, помолись за меня, там, все, вот, у него, вот, прям, я верю, что, вот, ты, да, через тебя Бог может исцелить. Ну, как бы, да, он, может, это не говорил, но все равно, да, когда какой-то высокий человек, там, руденький приехал, вот, на нас руки возил, тот-то приехал, да, мы, как бы, ну, вот, это, если уж у кого и сработает, то у этого сработает, да. И вот этот вот человек попросил, вот, этого, ну, тут помолился, и у того ничего. Пришла дочка, маленькой дочкой, папе, вот, к этому, который болеет, и говорит, папа, поиграй со мной. Он говорит, дочка, я так, нет, я не могу, я болею, я... Дочка подошла, возложила руки, говорит, Иисус, исцели моего папу, чтобы он со мной поиграл. Тут же исцелился. Ну, там, буквально все, сразу начал жал проходить, все вот, ну, произошло вот это вот исцеление, да, то есть, как бы, вот, вот, да, что Бог, ну, делает через свою церковь, через своих детей, через вот эту вот, ну, простату, потому что это его дары. Аминь. Это его дары, и просто нужна вера, вот, просто сейчас такая детская, в послушании, в простоте, помолились и исцелился, вот. Поэтому, и здесь также вот, даже вот эти дары, там, да, исцелений, они даже там, да, вот, 28 стих 1 Коринфянам, иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, да, вот, даже, даже вот это вот, также дары исцелений, как будто вот просто, также дары исцелений, ну, вот, к чему-то. Поэтому, вот, я вот в это верю, да, что Бог будет действовать через вас, и именно для этого, ну, как бы, мы сегодня в этом разбираемся. Понимаете, что вот у вас эти дары у кого-то точно есть. Вот, и, ну, поэтому размышляйте об этом, и понимайте это, да, что вот в Иисусе Христе мы, Бог нам сказал, идите, возлагайте руки на больных, и они будут здоровы. Вот. Но сегодня, вообще, как бы, тема, она, это все было вступлением. Четырнадцатая глава, первый стих. Вот смотрите, в тринадцатой мы прочитали все про любовь, двенадцатая закончилась тридцать первым стихом, то есть вот мы, ну, как бы, любовь, она как включение такое, да, вот в его проповедь, ну, это, это, в принципе, это самый важный, это мотив, да, из которого будут двигаться все дары. Из любви. То есть ты, ну, как бы, исцеляешь, и проявление даров всех идет не из, вот, того, что ты какой-то великий, а просто из-за твоего сострадания, милосердия, да, из-за того, что, ну, как бы, ты проявляешь любовь. Вот Иисус, Он исцелял, в первую очередь, любовью. Исцелял, воскрешал, то есть Он вот сжалился, да, то есть Лазарь умер, он заплакал, Лазарь выйдет вон, да, тот. Вот, да, выходит, входит в город Найн, выносит оттуда юношу, и написано, единственного сына вдовы. Ну, вот куда еще хуже, да, и вот у Иисуса у Него огромное сердце, огромное сострадание, милосердие, Он не может пройти мимо этой ситуации, Он подходит, дотрагивается, и тот воскресает. Да, то есть вот как действуют дары, понимаете, вот, поэтому, ну, вот, по-другому они не будут действовать. То есть когда у тебя будет вот это вот сострадание и любовь. Это то, что нам говорит 13 глава, которую мы сейчас, как бы, вот пропустим. И я хотел прочитать 31 стих 12 главы, и потом 1 стих 14 главы. Ревнуйте о дарах больших. Да, вот, можем даже вторую часть не читать. Я покажу вам путь еще превосходнейший. Ревнуйте о дарах больших. Еще раз вам говорю. Ревнуйте о дарах больших. Ревнуйте о дарах больших. Не думайте, что, ну, да, хватит. Вот, у нас ревность должна быть по дарам. Мы хотеть должны. Это хорошо хотеть дары. Понимаете? Поэтому то, что мы можем делать для того, чтобы, как бы, получить этот, ну, а не ревновать. Их хотеть. Вот. И еще раз, 14 стих. Достигайте любви. О, 14 глава, 1 стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте о дарах духовных. И дальше вот это идет. Особенно о том, чтобы что? Пророчествовать. Вот. Поэтому сегодня я хочу говорить, в принципе, о пророчествовании. Да? Именно вот, потому что Павел нам дает определенное направление. Ревнуйте о дарах больших. Ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте о дарах, особенно о том, чтобы пророчествовать. Вот. Да? У нас должно быть именно такое понимание, именно такое видение. Да? Что это за дар, чтобы пророчествовать? Вот как вы думаете? Что такое? Павел хочет нам сказать, ревнуйте о том, да, особенно о том, чтобы пророчествовать. И если у нас неправильное об этом представление, мы слышим не то. Потому что для многих пророчествовать от слова пророчества, ну, оно, в принципе, от этого слова пророчества. Да? И у нас есть такой вот, как бы, один взгляд на это, что это вот говорит будущее какое-то, да? А? Предсказывать, да? Да? Прорицать. Да? Но это даже в Библии, это даже разные слова. Да? Потому что вот эту служанку, ее, которая была одержима духом прорицания, не пророчества, а прорицания, да? И даже пророки в Ветхом Завете, они тоже несколькими словами там назывались. Кто-то назывался пророком, кто-то прорицателем, кто-то вот провидцем, да? То есть, как бы, все это, ну, похоже, да? Но мы получаем вот этот вот термин от Павла, да? Особенно о том, чтобы пророчествовать. И, ну, когда-то меня Бог вот в это повел, еще в моей такой духовной юности, я увидел это вот, услышал Павла, я бы так сказал, да? И услышал Бога, вот, именно вот в этом направлении, особенно, чтобы пророчествовать. Вот, я его захотел услышать. И я просто хочу, чтобы вы сегодня тоже именно вот в первую очередь захотели это услышать, что дары есть. У меня дар есть по-любому какой-то. Скорее всего, не один, да? Потому что, ну, вот, лишь всего лишь там, да, вот мы видели, да, притчу о талантах. Одному дал пять, другому дал три, в другом месте дал десять, дал пять и дал один, да? Вот, ну, были те, которые получили один, но даже один талант, да? Помните, что такое талант? Это, ну, какая-то приличная, я не помню сколько, но талант серебра, это приличное такое состояние. Вот, поэтому, даже если талант один, дар один, то он весомый. Это не что-то такое, что Бог тебе так, ну ладно, ему такую вот крошку дадим и хватит для него. Понимаете? То есть, ну, вот, мы должны посмотреть, как этому учат Библию. Даже с одного, да, ну, грубо говоря, да, как будто бы кажется, что там же в одной притче есть дал три, дал два и дал один. То есть, как бы, два от одного не так уж сильно отличаются и от трех. Ну, когда один, пять и десять, да, ну, как бы вот есть какая-то приличная такая пропорция. Но, знаете, когда это говорится о том, о мешке серебра, другими словами, да, то, ну, это имеет ценность. И тот человек, ну, это не копейку ему дарит, понимаете, да, которую действительно ты не можешь пойти и приумножить. Ну, что, вот, знаете, да, это анекдот про то, как один человек стал миллионером. Его спрашивают, ты почему, ты как стал миллионером? Он говорит, ну, я пошел, купил яблоко, у меня было там копейки, купил яблоко, зашел за угол, продал, пошел, купил два яблока, пошел, продал, пошел, купил четыре яблока. А потом у меня умерла бабушка, оставила мне миллион долларов на связь. Вот. Поэтому, когда вот о дарах говорится и о талантах, это не говорится вот о копейках, которые там тебе кинули и идей крутить как хочешь. Это были, ну, приличные денежные суммы, да, талант, да, который человек зарыл. И он действительно мог отдать торгующим, чтобы тот, кто ему дал, получил прибыль, да, то есть, как бы. Вот. И там есть еще такой момент, что забрали у того, кого был один, и отдали кому? У того, кого было десять. Да, и я также это вижу, что дары, они умножаются. Если ты будешь использовать там свой один дар, у тебя может открыться еще один дар. Да, и кому дано, тому дастся. Аминь. Вот. И мы, да, поэтому не должно быть у нас явной какой-то горечи, что мне там что-то не дадали, я какой-то там не такой. Тебе дается в меру твоих сил, в меру твоих способностей. Если ты используешь, тебе будет даваться еще. Если ты используешь, тебе будет даваться еще. И так далее. Вот. Вот такой, как бы, у Бога принцип. Поэтому то, что мы должны понять, мы должны понять, что это есть, что нам это дается, взошел на высоту и дал дары человеку. Да, пленил плен, раздал дары. Да, то есть, вот, ну, Христос для этого пришел, для того, чтобы нам раздать эти дары духовные, да, которые есть. Все, поэтому, говорю, одна из мыслей сегодняшних, это то, что у тебя есть дар, в любом случае, он будет проявляться, он проявится, твое дело о нем ревновать. И твое дело не просто вот там о каком-то вот маленьком ревновать, а ревнуйте о дарах больше, ревнуйте о дарах духовных. И сегодняшнее вот уже такое направление, особенно о том, чтобы пророчествовать. Давайте прочитаем. Ибо мы 14-ю главу часто используем для того, чтобы объяснить, там, говори на языках, сегодня мы прям это наоборот не будем, да, в сторону как бы все уберем, чтобы просто время не тратить. Сегодня вот именно будет о пророчествовании. И я хочу отделить вот это слово, вот мне наконец-то это открылось для понимания для моего. Раньше я как-то вот так неуверенно это понимал, но уже понимал. Сейчас я это понимаю больше. Вот если взять вот так вот. И вот это вот. Вот это вот, например, да, действовать, да, или пророчествовать. Я специально не написал это пророчество. Смотрите, сейчас я вам тут вот буду объяснять, что такое пророчествовать и ревновать о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям о Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. И вот для меня апостол Павел, он здесь как бы систематизировал, что значит пророчествовать. Что включается вот в это понимание, да, и действие, что такое пророчествовать. Он говорит, когда я приду к вам, и не изъяснюсь ли вам, да, откровением, познанием, пророчеством, учением. Да-да, откровением, познанием, пророчеством, учением. Все это называется пророчествовать. Пророчествовать не называется только произносить пророчество. Пророчество включено в действие пророчества. Вот, в принципе, такая простота, в принципе, и именно такой подход, он развязывает нам руки. Он дает нам, как бы, вот, правильную практику. Потому что, ну вот, я ничего не хочу там как-то вот критиковать. Но я знаю, там вот украинские церкви, да, они двигались в даре пророчества, да. И у них все свелось пророчествовать вот к этому действию. Понимаете, вот, ну, больше. Понимаете, то есть, вот как мы понимаем, как мы будем практиковать. Понимаете, если мы понимаем шире, поэтому вот, и мы можем просто это все увидеть. То есть, суть, смысл, что такое пророчество? Что такое пророчество? Пророчество, это говорит по вдохновению Святого Духа. Такая простая формулировка просто, да. То есть, вот, Бог и Дух Святой он хочет проявляться в нашей жизни, через нашу жизнь. И мы ему должны дать вот этот выход. Понимаете? И вот, ну, языки, например, да, это и есть выход Святого Духа через нас. Но Павел говорит, хорошо говорить на языках, да. Хорошо молиться на языках. Но он говорит, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит Духом. А кто пророчествует, тот говорит людям. В назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает Церковь. Аминь. Понимаете? Вот, ну, мое сегодняшнее вот, им такое послание и учение, вот, открыт вам как бы это, чтобы вы поразмышляли, и чтобы вы захотели пророчествовать. Чтобы вы поверили, что вы для того, чтобы пророчествовать все. Понимаете? Понимаете? Потому что Павел, он примерно про это и хочет сказать. Он говорит, я хочу, чтобы все вы говорили на языках, а, или даже, да, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Понимаете, вот, вот у нас вот в эту сторону должна быть особенная ревность. Вот, ну, проповедовать, например, это пророчество. То есть, вот, я когда, для меня это очень важно, чтобы я здесь не просто какие-то слова там от себя говорил, а говорил по вдохновению Святого Духа. Либо из откровения, либо из познания, либо действительно, ну, пророчество какого-то, да, либо учение. И все это входит вот в это вот пророчествование. Поэтому, ну, вот мой первый, ну, смотрите здесь, как это работает в собрании. 24 стих. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. И таким образом тайные сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Аминь. Понимаете, вот, вот, вот она сила церкви, когда она собирается, и люди пророчествуют, они, как бы, научены, они понимают, они имеют это понимание, это откровение, они действуют, они, ну, как бы, вот. И как это вот выглядит? Ну, я считаю, что вот они молятся, да, вот все пророчествуют. Они вот просто, вот мы в собрании иногда, кто-то там возвышает голос, там, да, произносит какую-то молитву. И человек переживает по-настоящему присутствие, тайно обличаются. Понимаете, вот каким-то образом это, ну, работа, мы не должны предсказывать лучше, мы должны просто пророчествовать, мы должны просто вот отпустить, там, свой язык для того, чтобы... Здесь есть еще такой момент, например, когда Павел говорит... С двенадцатого стиха вот прочитаем. Итак, вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к наседанию церкви. А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолковании. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Вот это вот даже сегодня формулировка, я ее вначале как бы не сказал, знаете, но я сам старался это практиковать сегодня. Да, вот когда я в микрофон молюсь, я стараюсь благодарить и благодарить хорошо. Да, чтобы те, которые слышат мою благодарность, мое благодарение, они аминь сказали. Да, потому что вот я это делаю из сердца, из духа, я стараюсь это делать. И Бог на это как, ну вот, Бог позволяет этому, это сам дух производит. И все это вот именно таким вот образом работает. И кто-то что-то через это получает. Понимаете, нам вот нам надо, нам очень надо, чтобы наше собрание, наша хвала, наше поклонение, наше вот, да, оно было живое, оно было по духу, оно было, да, в присутствии Божьем, чтобы мы не были некими зажатыми, да, чтобы мы не были там тоже какими-то там сумасшедшими, как здесь, да, тоже говорится, что если все там будут только на языках, то люди скажут, вы просто писнуетесь, да. То есть как бы, да, все должно быть, молись духом. Павел говорит, буду молиться духом, но буду молиться умом. Аминь. И вот тот, кто молится умом, тот, кто применяет свой как бы уже ум, уже вот распаковывает это, выдает, да, вот эту мысль, и готов как бы к этому, понимаете. Я вам просто как бы про себя, вот, как молитва рождается иногда. Иногда какие-то такие красивые вещи рождаются в молитве, и я сам получаю вот это вот, ну, наслаждение того, как я благодарил Бога, как вот я сформулировал там, да. И я знаю, что кто-то тоже от этого получает, вот, какая-то мысль, да, там, что вот, Иисус, спасибо, что ты там не прошел мимо меня, да, там, вот. И раз она, какая-то такая мысль, она тоже кого-то еще касается, и вот человек говорит аминь, да, потому что ты хорошо благодаришь, да. Поэтому вот, вот оно, оно простое, но оно вот, оно именно настоящее вот в этой простоте. Я первый раз сам столкнулся с этим, это тоже вот на собрании, я был в рету, и попал вот на эти собрания, первые христианские, и у нас было принято там возвышать голос, то есть, ну, по очереди люди возвышают голос, молятся, берут как бы на себя, остальные поддерживают, говорят, да, Господь, аминь, и так далее, да. И вот там спели песенку, один человек возвысил голос, другой человек возвысил голос, молитву там провел. И вот, ну, когда молились русские люди, вот, ну, они были, они еще, они учились еще, да, в этой молитве чувствовалось, что вот они еще рвут там свои какие-то цепи, они еще вот, ну, как бы, им трудно, вот, в голос, как бы, ну, уже бывали там проблески того, что тебя что-то касается. Но, когда молился зрелый христианин, испанец, вот, я помню, и Нига, как один из моих духовных отцов, и я первый раз просто слышал эту молитву, я, у него еще акцент такой, нужно было прислушиваться, и я слышал. И меня, ну, я неосознанно, я потом это анализировал, я потом много собраний, я ждал, когда он будет молиться. Просто вот, мне понравилось, как он молится, потому что то, как он формулировал свои слова, я понимал, что он вот по-настоящему разговаривает с Богом. Мне вот, я не мог это объяснить, понимаете, но меня это так тронуло, мне вроде как бы, ну, что такого, вот, он молится. Я хотел продолжать слушать, как этот человек молится Богом, представляете? Вот, ну, я поймал себя на этом, я вот это вот анализировал. Понимаете, поэтому, вот, да, пророчество, мания, да, я хочу разделить, да, слово пророчество от слова пророчествовать, да, говорить в духе. Вот. Вот нам туда, понимаете? Нам туда, как церкви, потому что мы уже как бы вот о языках, мы тут как-то прокачали эту тему, да, там, два года назад начали, периодически про нее говорим, и я вижу, что у нас оно есть. Есть, заработали, люди получают крещение, люди молятся на языках, потихоньку, кто-то, кто-то не потихоньку, но мы, как бы, мы стоим в этом, мы назидаем себя. Дальше наш следующий шаг, именно к тому, что пророчество. Потому что, и вот об этом вся 14 глава 1 Коринфян, да, и об этом, в принципе, все послание, начиная с 12 главы о дарах духовных, потому что Павел, вот, первое, что он ставит, и единственное, что он выделяет, он говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том, особенно о том, чтобы пророчествовать. Понимаете, мы должны это понять, да, и он там дальше, там есть вот эти все моменты. 31 стих. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Вот, поэтому я не буду сейчас вот там уходить, где вот Павел прям конкретику расписывает. Пусть говорят двое, максимум трое, потом один из толковых, там и так далее. Но я хочу вот по этим верхушкам, основным таким, да, 39 стих. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Да, то есть вот, хотел я на этом акцент поставить, что такое пророчествовать, да. И еще один момент хочу тоже отметить. Вот с этим понятно? Давайте самый такой еще, чтобы не забыть, а то потом забуду. Откроем Откровение, девятнадцатую главу. Как доказательство, да, вот чтобы придать вес именно важности этого, то, что это должно принадлежать всем. И не может быть, вот знаете, ты не можешь быть, я другими словами уже так хочу, не можешь быть ты христианином и не пророчествовать. Вот так вот я тебя сформулирую. Не можешь. В той или иной степени. Сейчас я вам расскажу, почему. Очень тут хорошо это все объясняется. Девятнадцатая глава, десятый стих. Тут вот апостол Иоанн с ангелом. И он пал, вот увидел этого ангела там большого, и написано, «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Вот оно оказывается в чем свидетельство Иисуса. Знаете, ну и вот это вот самое ключевое и самое важное. То, что нам Библия прямо оставляет такую очень важную мысль, ягодку. Вот даже уже в конце Библия заканчивает писаться. И вот в этом откровении ангелы раскрывают, что же есть свидетельство Иисусова в нашей жизни. Потому что они победили его крогою Агнца и словом свидетельства своего. Ну вот, и словом свидетельства, да. И мы здесь вот свидетельствуем об Иисусе, да. Мы хотим, и есть очень много людей, которые там свидетельствуют, что-то рассказывают. Но самое главное свидетельство Иисуса – это дух пророчества. То есть пророк Иои, которого цитирует Петр в Деянии, в 2 главе, 17 стих. По-моему. Сейчас еще раз. Да. Когда Дух Святой сошел. С 15 стиха. Они не пьяны, как вы думаете, да. Петр начинает проповедовать. Ибо теперь третий час дня. Но это есть притреченное пророком Иоием. И будет в последние дни, говорит Господь. И залью от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения. И старцы ваши сновидения выразумляемы будут. И первое, да, что опять же здесь говорится, когда Бог изольет от Духа, сказано, будут пророчествовать. Будут пророчествовать. Вот, понимаете, я практически уверен, что это говорится не о пророчестве, а именно о пророчествовании. И, ну, я думаю, что евреи, они как бы вот, ну, в этом понимали больше. У нас есть два тоже таких момента ярких в Ветхом Завете. Когда Саул стал пророчествовать, когда на него Дух Божий сошел, он увидел этих людей, там написано, ты увидишь этих людей, которые будут идти пророчествовать. То есть, он их увидел, в нем Бог изыграл, он стал пророчествовать вместе с ними. Отчего и стали говорить, и Саул во пророках тоже. Да, то есть, вот этот вот царь. Да, то есть, была некая такая практика, которая, ну, была понятна, что люди жили и пророчествовали. Да, то есть, вот, они выполняли эту функцию пророков. Да, ведь не все пророки, они только про будущее говорили. Да, то есть, пророки, они говорили по вдохновению Святого Духа. Они говорили, действовали, пантомимы делали, да, переодевались и так далее. Кто-то обличал там, да, кто-то утешал и так далее. То есть, вот, Дух Божий действовал, и вот это вот было названо. Вот Дух Божий действует через вас, говорит все это, что-то осознанно люди получают. Вот оно, пророчество в Анигее. Вот. Моисей. Числа. Сейчас скажу, какая глава. Числа, 11 глава. Все попали. Очень похожая мысль. 16 стиха я прочитаю. И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей из старейшин Израилева, которых ты знаешь, что они старейшие надзиратели его. Возьми их, скини и собрание, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобой. И возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и не будете есть мясо. Ладно, дальше я. Моисей вышел, 24 стих, и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей из старейшин народа, и поставил их около скиний. И сошел Господь в облаке, и говорил с ними, и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почел на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдат, а другому имя Мадат. Но и на них почел Дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и донес Моисею, и сказал, Елдат и Мадат пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус сыновен служитель Моисея, один из избранных его сказал, господин мой Моисей, запрети им. Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. Вот она мысль опять Моисея. О, если бы все пророчествовали. О, если бы все переживали. И мы видим, что мысль основная Павла, начиная с 12 главы по 14, это вот открыть всем, что вы все для того, чтобы пророчествовать. В Откровении, 19 глава, ангел называет это свидетельством Иисуса. И по свидетельству Иисуса есть Дух пророческий. Понимаете? То есть вот нам всем это принадлежит и должно принадлежать. Я вот верю, вы не представляете, что будет твориться вокруг, если вы будете пророчествовать. Если мы будем пророчествовать. Искренне в Духе. Ну, понимаете, по-настоящему. Потому что, ну, мы к этому вот призваны. То, что тогда Моисей дал вот этим лидерам, да, и мы сейчас не в Ветхом Завете, который говорит, что вот, ну, есть какие-то вот, есть будут лидеры там, есть мысль Павла в 14 главе, что ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, что вы пророчеству. Я, для меня тоже есть это подтверждение, что я прямо могу этому учить. Понимаете? Но то, что вы сейчас слышите, вы, в принципе, практически нигде сейчас не услышите. Ну, я не знаю людей, которые бы учили таким образом. Но мне так открылось. И у меня есть вот, я его рассказывал много раз, это свое подтверждение, откровение. Когда я тоже там в 2005, наверное, году, вот я возрастал, когда Бог начал со мной говорить, Бог начал проявляться через мою жизнь. Наконец-то вот у меня началось это духовное преобразование. Я прошел там свое вот это духовное рождение, начал уже вылупляться, да. И вот я говорю, что я был такой человек, что я не видел, что меня возьмет духовное. Помните, я как бы об этом рассказывал, что я болел, и меня много раз возили к разным колдунам, экстрасенсам, иглуукалованием, гипнотизерам и так далее. То есть я был, вот, у меня были вот такие ассоциации вот с этим духовным, что меня не берет вот это все. У меня вот это вот все сверхъестественное, оно меня не берет. Но я попал в христианский центр, я услышал об Иисусе, я, оказывается, вот подсознательно, то, что я рассказал про Энигу, что мне понравилось, как этот человек молился. Это же я, через несколько лет только до меня дошло, что мне понравилось, как он молился. Когда вот он молился, у меня было что-то естественное, я просто вот так вот в тайне от себя, я хотел его еще слушать. Мне просто нравилось, как он проповедует, и мне нравилось, как он молится. Мне вот лишь бы он вот как-то проявлял себя, понимаете. И это, ну, вот так нас Бог захватывает, понимаете. И потом я начал, и вот, ну, потом я проходил через это свое духовное рождение, был очень грустный, там, подавленный, искал Бога, взывал к Богу, проходил эту духовную нищету. И, ну, получил определенные тоже откровения, начал вот выходить. И действительно у меня начали открываться вот эти дары, я стал проповедовать, и люди стали получать. Вот просто, для меня самое приятное было, я помню, вот я там проповедовал, и люди потом молились. Ну, как, ну, и раз там, и такая молитва, спасибо Бог, что ты говорил нам сегодня. Вау! Ну, то есть, ну, как бы, может быть, даже подставляете, но я, ну, я понимал, что Бог через меня что-то сказал этому человеку каким-то образом. И это, ну, и я это чувствовал, и от этого ты, в принципе, и не возгордишься, потому что, ну, это же не ты, это же вот, ты просто готовился, ты просто старался, ты просто действовал, а Бог проговорил. Ты можешь точно так же, там долго готовиться, и ничего не будет. А тут вот, ну, Бог проговорил, и я слышу свидетельство об этом. И как бы вот, ну, я понимаю, что это вот в атмосфере это работает. И вот, я говорю, для меня было вот этим, таким чудом и подтверждением, когда я наткнулся на эту главу Павла XIV, да, вот эти вот духовные дары, потому что, ну, кто я был христианин, тут два-три года, кто я такой, чтобы проповедовать там о каких-то духовных дарах. Меня туда так потянуло, я вот увидел эту мысль Павла, что ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, все мы должны пророчествовать, давайте пророчествовать. И я даю учение, там у нас было так, учение давали старшие, я был уже из старшего, я даю вот это учение, и вот не так я много там сказал, но сказал эту основную мысль, которую я получил, что мы должны пророчествовать. Мы можем пророчествовать, Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных, и все вы можете пророчествовать. Все, ребята, это для всех, мы должны пророчествовать, давайте пророчествовать Ну и вот я помню, по-моему, именно в этот момент, вот это все зашло И вот кто-то молился, спасибо Бог, что ты нам сегодня говорил, да Ну, там, может быть, это было несколько раз, но для меня было это очевидно Ну все, я потом немножко, как бы, проехал, это забыл, как бы, да Мне было немножко так странно, почему меня Бог повел в такие вот серьезные, глубокие темы У нас там есть испанцы, учителя, по идее, они должны о чем-то таком учить Мы тут все обычно, там, про Закхея, который залез на дерево, там, про Слепова, у которого глаза открылись Тренируемся, так сказать А тут меня вот понесло в что-то такое И я вот рассказывал, и там прошел месяц, наверное, а моего директора, Поли, испанц, который вот у нас был самый старший, самый духовный Его не было в этот момент в центре, он уезжал в Испанию Там они меняли визы, он был там месяц или полтора, как обычно они зимой выезжали И вот я сказал это слово, он этого не слышал И он приехал потом, прошло там месяца два, и я, и он что-то вот приехал И в один из дней я там захожу в офис, а он там рассказывает одному парню Саша Про то, что говорит Раймундо, да, чуть-чуть уже знаете, да, что Раймундо это вот основатель Рето Именно вот действительно Божий пророк по делам, по откровению, который, через которого Бог много сделал То есть то, как он там движется, то, как он себя ведет, про него входят даже вот эти легенды, которые вдохновляют То есть Бог, даже вот мы его не знали, но вот эти вот истории про него, они для нас были просто вот чем-то таким Что, ну это Бог так действовал, да, что мы вот его уже любили и уважали И все от него, что он там говорил и делал, оно просто все принималось Вот, и вот мой директор рассказывает этому Саше про то, что делает сейчас Раймундо в Испании Он говорит, Раймундо сейчас в Испании ездит по всем домам, там много домов И учит, вот у него такое слово сейчас, он говорит, вы все должны пророчествовать Вы должны пророчествовать на утренних собраниях Вы должны пророчествовать на вечерних там собраниях Вы должны пророчествовать, вы должны И он это говорит в таком духе, что он сам это не принял. То есть, как бы, вот, типа, ну, они его, для нас, Раймунда, это тот, кто далеко, и тот, кто, ну, вот, по-любому, как бы, близко к Богу, и в любое от него слово принимается как Божье, а они все-таки близко к нему, к его дети, и они при него иногда могли так сказать, да, старый что-то там, чуть-чуть, это, у него какие-то, ну, как бы, закидоны там, да. И вот этот поле, он так рассказывает про это, что вот Раймунда ездит, что-то у них слово какое-то непонятное, мы все должны пророчествовать, мы все должны пророчествовать, и я в шоке. Ну, потому что я вот получил сам недавно это слово, и именно в таком контексте, что мы все должны пророчествовать, мы должны ревновать о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать, и это нам всем дано, всем открыто, и это и есть проявление Божье, оно нужно для того-то, для того-то, Это для назидания церкви Понимаете? То есть мы хотим, чтобы церковь у нас росла Мы хотим, чтобы церковь Назидалась телом Мы должны пророчествовать Потому что если мы будем только на языках, будем назидаться только мы Будем пророчествовать, будет назидаться церковь Никуда она не может деться Понимаете? Поэтому Я понимаю, что если церковь там будет находиться Без этого учения о пророчествовании Без правильного То она будет расти только как-то вот Как-нибудь Понимаете? Если мы знаем, что это, практикуем, делаем усилия, ревнуем, хотим Будет Понимаете? Будет И я говорю, что меня еще в тот момент, меня Бог направил на это слово То есть представляете суть, я как бы понял, какой он Бог Что мы там за тысячу километров друг от друга с Раймундом А мы с ним получили одно и то же слово Одно и то же слово И причем, похоже, я получил больше понимания даже об этом слове, чем сам Раймунду Раймунду просто получил из духа, что надо пророчествовать И он не объясняет им до конца Он как пророк говорит, вы должны пророчествовать, вы должны пророчествовать С утра должны пророчествовать и так далее И люди, они даже говорят, мы не понимаем Понимаете? Поэтому если я вам, и мне потребовалось годы Для того, чтобы думать об этом, практиковать это Понимаете? Вот я понимаю, что я практикующий человек Который практикует вот это понимание пророчествовать Понимаете? И поэтому я вам могу об этом говорить Что вот это пророчество, есть вот комплекс вот этих вот моментов Тут и учение, тут и молитва Поэтому Павел говорит, даже благодарение Богу Если он говорит, ты хорошо благодаришь, но другой не может сказать аминь Вот хорошо благодарить Бога в собрании есть пророчествовать Именно хорошо благодарить Бога Поэтому мы будем как бы напрягаться для того, чтобы достать какие-то вот эти вот слова духовные Формулировки духовные, которые нас самих коснутся Которые Бога коснутся, которые из Духа Потому что сам Дух, он Бога прославляет Понимаете? Сам Дух его И вот если мы его через себя пропускаем И даем ему выход какой-то, да? Сознательный Вот мы пророчества И давайте вот последний момент Потому что в принципе, ну я вижу, что Не будем мы делать второе, наверное, учение по этому поводу Можно это было бы все, наверное, растянуть Но я вот больше за то, чтобы не запутать А именно Первое Коринфианом также откроем, да? Тут мне тоже какое-то определенное такое откровение пришло Третий стих Четырнадцатый Первое Коринфианом, четырнадцатая глава Ну все, что я пророчествовал А кто пророчествует, говорит людям В назидание, увещание, утешение и обличение Правильно я прочитал? Нет Ага А зачем мы тогда обличаем все время? Понимаете, мы почему-то Я вот заметил это, понимаете Я поэтому это вот сейчас специально включил, чтобы Ну вот вы заметили Там нету слова обличения Назидание, увещание, утешение Тоже можем сюда все это вписать То есть здесь такие вещи были Здесь вот Поэтому вот тоже себе запишите Назидание, увещание, утешение Обличение Оно с нами Чтоб мы не перепутали Почему я это говорю? Потому что это вот, ну Дух Божий, Он любит людей И Бог любит людей А мы не умеем обличать Вот Библия и говорит там где-то Павел Да, кто делающих зло Да, уже Обличай там со строгостью Но это Ну Определенные такие вещи Знаете В первом Иоанном написано Что если видишь своего брата согрешающего Не к смерти Обличи его Правильно сказал? Неправильно сказал Да? Молись за него Вот Ну Как бы Это нам нужно Понимаете Чтобы Потому что Ну Очень легко Вот поэтому Ну Много раз есть такая формулировка Да? Там человек обличает Там другого человека Ну И он говорит Ты похожий Дух Святой Да? То есть Как бы Иногда человек пытается Вот Выполнять работу Святого Духа Ну Мы не можем Выполнять работу Святого Духа Мы грешные Мы У нас Ну Как бы У нас должно быть Больше из наших уст Исходить Назидание То есть Какое-то чудо Назидание Это строить Да? Создавать Устроять Да? Вот Назидать Прибавлять Что-то Позитивное Увещать Оно может быть Где-то И чуть-чуть Может быть Похоже Но увещать Это Убеждать Советовать К чему-то Доброму Понимаете? Обязательно Я вот Не знаю Найду я это Или нет Я тут пошел В словарь И Оскриншотил Что означает Слово Увещать Я сейчас найду Да Увещевать Или увещать Это значит Уговаривать И убеждать Давать советы Наставлять С целью Склонить К чему-то Доброму Вот И Утешение Да? То есть Я поэтому Вообще Я сам Практикующий Как бы Это И Вот Например Когда я молюсь За людей И я Молился В то время Вызываю Я начинаю За них молиться Я понимаю Что я хочу Какая моя функция Моя функция Достать из духа Что-то для них И я Не хочу Ничего Негативного Доставать На них Как-то их В чем-то Обличать Как-то Что-то Там Что-то Такое Сказать Что я подумаю Я боюсь Этого Я не хочу Навредить Человек Человек И так Достаточно Ну как бы Мучается В этой жизни Страдает И так далее Ему надо Назидание Увещание И утешение Поэтому Вот Какая цель Вот что нам нужно Искать Не ищите Обличение Не ищите Вот что Мне Бог Сейчас должен Какую-то тайну Про него Открыть И я ему Там что-то Вот скажу Что он там Чего-то Где-то Согрешает Знаете Ну для меня Это вот Для меня Это не совсем Правильная практика Пророк Для меня Вот как бы Я Ну как бы Мне даже Не знаю Мне никто Так даже И не пророчествовал Я бы и не позволил Себе Я бы и не позволил Себе так пророчествовать Знаете Я видел много людей Которых сломали Какими-то пророчествами Такого на пророчествах Что человек Всего там Сключил Из огня Он не хочет Больше идти Какая-то пришла Женщина Которая там Живет Там Ну У нее В браке не сложилось В личной жизни Не сложилось Она такая Пророчица И она увидела Молодую девушку А ты хочешь Замуж Ну что-нибудь Ей там Что-нибудь Ей такого Наговорила Что Хочешь Но не будет Как ты хочешь Да Господь Говорит тебе Вот когда Страдаешь Там все Свои страдания Которые Человек Всю Понимаете Знаете Таких пророков Я Вот Вот это Не для этого Понимаете Это вот Для меня Это вот Какая-то там Манипуляция Какая-то Из собственного Духа Там И так далее Поэтому Библия Даже нам Говорит Духи Пророческие Послушны Пророкам Ты будешь Хороший Пророк Ты будешь Хороший Человек Который Будет Служить Людям Если ты Будешь Пророчествовать Из доброты Собственного Я Я Настолько Должен Быть Уверен Что Это Вот Прям Бог Говорит Да Что Ну Я Лучше Если Я Сомневаюсь Я Лучше Не Буду Этого Говорить Никаких Разрушительных Слов Жизнь Человека Потому Что Пророчество Назидание Увещание И Утешение Никакого Обличения Здесь Нет Павел Написал Если Было Там Было По Нашей Логике Как будто Туда Просится Заскочить А почему Прочитал Неправильно Чтобы Вы Заметили Потому Что Его Там Нет И Павел Не Забыл Написать Потому Что Бог Любит Людей Бог Любит Людей И Хочет Чтоб Людям Было Ну Как бы Лучше И И И Лучше И Хорошо Вот Поэтому Можно Еще Много Какие-то Примеры Какие-то Приводить Да Ну Мне Вот Нравится Как Анна Пришла В храм Мама Пророка Самуила Если Кто-то Помнит Да Была Женщина Которая Не Имела Детей Была Любимой Женой У мужа Не Имела Детей Была Другая Жена Которая Имела Детей Которые Ей Постоянно Больно Делала И Вот Они Пришли На Поклонение И Она Пришла И Просто Рыдала Там И Вот Ну Как Б Вроде Молилась И Выла Там Просто И Пришел Священник И Говорит Че Ты Напилась Ты Пьяная Иди Проспись Че Ты Ну Вроде Как Ему Показалось И Она Начала Гать Ну Это Я Не Пьян Мне Просто Очень Больно И Он Ужаснулся Что Он Так Человеку Сказал И Он Взял Ему Пророчество Иди Иди Бог Даст Тебе Бог Благословит Тебя Вот Что Такое Пророчество Укрепить Человека Поддержать Человека И Благословить Человека И Она Взяла Написана И Поверила В Это Слово И Приняла И Родила Аминь Вот Вот Он Священник Как бы Ну В Практике Понимаете Он Он Просто Он Увидел Что Он Не Прав Он Что Он Не Так И Сказал И Просто Вот Как От Бога Взял И Дал Понимаете Вот Мы Имеем Это Право Людям Вот Это Давают Назидание Вещание Утешение Имеем Если Мы Хотим Поэтому Не бойтесь Пророчествовать Пророчествуйте Людям В Их Жизнь И Бог Будет Проявлять Это Другое Действие Пророка Нафана Когда Он Давиду Пришел Обличать Как Он Тоже С Ним Не Просто Рассказал Историю Ты Царь Тут Накосяч Да Но Бог Тебя Прощает Да И так Далее Вот Поэтому Ревнуйте А дорог Духовник Да Вот Я хочу Верить Что Сейчас Да Мы Какие-то События Тут Прошли Да Какое-то Потрясение Но Когда Я Вот Услышал Да Что О том Что Я могу Сейчас Об этом Сказать Я хочу Об этом Сказать Именно Дать Учение О Пророчестве О Этих Духовных Дарах Для Меня Это Хороший Как бы Знак Хорошее Подтверждение Что Господь Позволяет Нам Сейчас Господь Действительно Хочет Чтобы Мы Возрастали Шли Что У нас Как У церкви Есть Большое Будущее Много Работы Что Он Действительно Хочет Чтобы Мы Возрастали Что Вот Он Меня Как бы Посылает Сказать Что У вас Есть Дары Что Не Не Стесняйтесь Ревновать О Дарах Что Поймите Да Важность Пророчествования Важность Того Чтобы Мы Были Свободными Духовно Да Вот Здесь Чтобы Мы Когда Молимся Поклоняемся Да Прославляем Бога Мы Действительно Думаю Об этом Несколько Собраний Что Мы Созданы Для Чтобы Быть В этом Свободными Не Зажатыми Не Стеснительными А Свободными Да Чтобы Позволить Духу Двигаться И Дышать Это Еще Один Из Моментов Который Меня Поразил В Христианах Я Помню Когда Я Пришел В Центр И Тот Же Ениго Мне Так Нравилось Вот Этот Человек Насколько Я Это Ощущал Я Не могу Это Описать Во Первых Мне Казалось Когда Я Мимо Него Проходил Там Были Больше Старших Ребят С кем Он Дружил Я Новенький Там Был И Поэтому Мне Любви От Эниго Там Много Не Досталось Такое Но Потом Я Увидел Что Этот Человек Он Вел Меня Мою Духовную Жизнь Просто Не Лично Через Людей Но Я Был В Его Поле Зрения Ну Вот У У Действительно Были Такие Ощущения Я Потом Проанализирую Что Он Все Про Меня Знает Ну Что Ему Открыты Какие-то Мои Тайны Что Он Так Пошутит Так Что Скажет Что Я Понимал Что Он Все Знает Про Меня Я Пришел Мне 21 Год Я Закомплексованный Такой Молодой Человек Думающий Ну Как Пытающийся Выглядеть Как То В Своих Глазах По Взрослому Думаю Что Взрослый А сам Понимаю Что Я Молодой Еще Закомплексованный И слабый И вот А вот Я в нем Видел Действительно Вот этого Свободного Человека Который Мог Говорить То Что Думает Действовать Быть Самим Собой Я Передать Не мог Вот Эту Внутреннюю Свободу Знаете Вот Я Уверен Что Ученики Иисуса От Иисуса Тоже Самое Ощущали Знаете И вот Поэтому Стремитесь К этой Такой Внутренней Свободе И Я Уверен Что Мы Ее Приобретаем Здесь В церкви Внутри В служении Да Когда Движемся Дарами И так Далее Вот Поэтому Бог Живой И Он Хочет Через Нас Являться Через Нас Проявляться Вот Поэтому Я Верю Что Он Нас Ведет Он Нас Учит Поэтому Записали Может быть Просмотрите Поразмышляйте Еще Об этом Прочитайте Может быть Еще Раз 14 Главу 12 13 14 Да И Еще Одно Домашнее Задание Если Кто Хочет Еще Как бы Больше О дарах И Кто Пропустил Может быть И не Помнит Проповедь Дары Святого Духа Слово Знания И Слово Мудрости Оно У нас Есть В Ютубе Я Говорю Вот Если Хочется Так Еще Объемней Про Это Поразмышлять Потому что Я там Говорю Какие-то Моменты Что Такое Слово Знания Слово Мудрости Оно Тоже Для меня Это Все Из Пророчества Пророчествовать Пророчествовать Внутри Пророчествовать Есть И Пророчества И Проповедь И Молитва И Думаю Уже Все Понятно Да Вот Пророчествовать Возьмышлять Умещать И Утешать Все На этом Закончим